Всем привет, с вами Готик, а с вами Сократ. Вот Red Dead Redemption подошел, сразу ворвался в Red Dead Online со своей бандой. Присоединяйтесь, кстати, к нам, Discord в описании. Значит, о чем хотелось бы поговорить в этом ролике? Полностью гайды, советы, все вопросы, которые у вас будут, пишите в комментариях. Безусловно, разберем все, что есть. Но для начала, когда вы заходите в игру, первые несколько вопросов, которые у вас есть, это как заработать деньги, как быстро прокачаться, что такое лагерь, как быстро использовать перемещение и так далее, и так далее. Давайте ответим на все эти вопросы в этом ролике. Как зарабатывать деньги? В сетевой игре используются практически все те же способы заработка валюты, что и в одиночной компании. Помимо долларов, вы будете использовать премиум валюту золота. Ее можно купить за реальные деньги, либо получать за выполнение миссий, заданий, противоборств, перестрелок и так далее, и так далее. Так вот, основными способами для быстрого заработка в игре является сбор лута со всех противников. Даже если вы играете в команде, у вас будет один противник, один труп на всю команду, и кто быстрее соберет, это и получит. С него весь лут. Туда относятся патроны, лекарства, всякая бижутерия, которая продается. Во время путешествия вы будете встречать главарей банд. Когда вы их убьете, у них, возможно, будет карта сокровищ. Карта сокровищ дает вам доступ получить уникальные товары, плюс куча бабла. Ну, в общем, это самое-самое, на мой взгляд, интересное, что может быть. То есть, это не просто карта, иди, найди какое-то дерево. То есть, оно дается огромным полем. Дальше, при помощи способностей метки глаз, как ведьмаке, вы видите какие-то следы, видите, где, возможно, лежит сундучок, вскрываете его, и там, аллилуйя, все есть. Охотиться на животных, собирать туши, мясо, шкуры, мясо готовить, использовать для регенерации ХП, либо все это продавать, решать вам. Сюжетные задания, за выполнение сюжетных заданий дают и опыт, и деньги. И к тому же, сами по себе сюжетные задания очень интересны, рекомендую их проходить. Также участие в делах Rockstar, как в GTA Online, в многопользовательских сражениях. То есть, это серии противоборства, выживания, скачки и так далее, и так далее. За них тоже дают очень много денег и опыта. Можно атаковать вражеские лагеря. Более подробно я расскажу об этом в другом ролике, но имейте в виду, что это тоже способ заработка. И квесты, связанные с ролями. То есть, поймать преступника, принести преступника, коллекционер, торговец. Все эти роли, которые ввели в сентябре, их можно использовать одновременно. И я настоятельно рекомендую всем тем, кто взял Special Edition, 50 голды потратить сразу на все роли. Для того, чтобы прокачивать их одновременно. А потом, впоследствии, для себя решить, что вам нравится больше. Выискивать преступников их, обирать и продавать, так сказать. Либо заниматься торговлей, охотой. Либо просто бегать по карте, изучать и смотреть, какие интересные и уникальные предметы можно добывать. В игре присутствует быстрое перемещение. Работает она, как ведьмаки. Подходите к точке быстрого путешествия. На карте она отображается, как только вы окажетесь недалеко от нее. Выбирайте место, куда вы хотите перепрыгнуть. Имейте в виду, что если на вашей лошади есть шкура или тушь, то есть сверху лежит на лошади. То после быстрого перемещения они все пропадут. Чаще всего это место в виде черепа и колеса. Вы замените, на карте имеется как стрелки. Подходите к нему. И чем дальше вы хотите перепрыгнуть, телепортнуться, так сказать, тем дороже это будет стоить. Когда вы прокачаете персонажа до 65 уровня, вы сможете разместить пункт быстрого путешествия на территории собственного лагеря. Зарабатывать очки опыта. И, кстати, максимальный уровень в игре 100 придется очень-очень долго. Очки опыта нужны для разблокировки оружия, обмундирования. И после 25 ливила вам откроется вторая кобура. Ее можно купить в магазине оружия непосредственно. И можно потратить 2 золота и купить ее хоть с первого уровня. Но Ultimate Edition позволяет брать сразу с собой 2 пистолета одновременно. Стартовый и бесплатный. Таким образом, вы можете использовать 2 пистолета, если потратите 2 золота на любом уровне. Либо докачаться до 25 и купить кобуру за доллары. Она пролистывайте дальше. Она идет после пояса отдельно. Кобура для второго пистолета. Переигрывание сюжетных заданий. То есть повторное прохождение сюжетных миссий с другими геймерами. Способ заработка и опыта. Поскольку на миссию уходит от 5 до 10 минут в среднем, можно зарабатывать от 100 до 300 очков опыта. Выполняйте задания, связанные с честью. То есть это такой оранжевый человечек, который увеличивает вашу честь либо в плюс, либо в минус. И таким образом, перепрохождение этих миссий могут приносить вам до 500 очков опыта. В зависимости от того, сколько благородных поступков вы совершите. За время прохождения миссии. Всегда цельтесь и стреляйте в голову. За убийство из лука вы получаете опыт. За убийство животных, наземных, таких как олени, белки, получаете по 5 очков опыта. Птицы 10, крокодилы 15. Карты умений меткого глаза. И их улучшения. Что это такое вообще карты? Можно взять одну карту активную, то есть меткий глаз, и развивать ее. И три карты пассивные. Какие выбирайте сами. Изучайте, вместе изучим. Я расскажу, под какой билд лучше всего подойдет. Но вопрос не в этом. Просто для того, чтобы вы понимали, что в игре присутствуют карты, которые улучшают. То есть от своего рода скиллы и перки, как в Fallout 76. Как это работает? Капслок нажали, у вас активировался меткий глаз. Он восстанавливается со временем и после убийства людей. Таким образом, в начале вам дадут одну карту бесплатно. Вы ее сможете, точнее одно улучшение для меткого глаза. Вы сможете его за 50 долларов изменить, если вам оно не нравится. Карта улучшается, и впоследствии каждый уровень стоит еще дороже. Карта улучшения меткого глаза. Момент для восстановления. Пока активирована функция меткого глаза, у вас будет больше возможности автоматической регенерации очков здоровья. Если вы получаете урон во время использования данного навыка, то работа меткого глаза прекратится. Сфокусированный огонь. Пока активна функция меткий глаз, будет увеличена и весь урон, носимый противником. Это работает даже с черными командами, которые расположены рядом с вами. Покрасить черный цвет. Пока активна функция меткий глаз, у вас будет возможность оставлять маркеры на противников. Работает аналогично той системе, как в Red Dead Redemption 2. В сюжетке я приведу. Медленно и уверенно. Пока активна функция меткий глаз, вы будете получать меньшее количество повреждений. Если вы пропустите выстрел в голову, то он не станет смертельным. Полное воодушевление. Пока работает функция меткий глаз, будет регенерировать запас очков здоровья у игрока и у расположенного поблизости членов отряда. Доступна с 44-го. Медленно, но уверенно. Доступна с 24-го. Скользкий мерзавец. Доступна с 50-го. Пока активна функция меткий глаз, враги не смогут ставить маркер на игроке, и, соответственно, не сможет делать это и сам игрок. О других картах улучшением вы сможете узнать сами по мере прохождения. У каждого есть описание, но я постараюсь впоследствии расписать все возможные билды для охотников, торговцев и так далее, с которыми будет удобно играть. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки и изучаем Red Dead Online вместе.